добрый день 18 10 2017 поехали ну я сегодня опять таки коснусь вопросом вот анализа по долевому строительству но вот два предыдущих ролика смотрите там я приводил приказ 400 506 минстроя и приказ 403 я еще там приведу это министерство регионального развития вот отказ дольщикам на включение на включение на включение список пострадавших дольщиков вот как бы вроде получается ситуация парадоксальная пришел чиновник на собрание дольщик пригласил что вот можете вступать подавать заявление на вступление в этот список по предложенному имя предложению 7000 человек доплачивал мало того что но понятно что там накрутили уже вот на этот миллион который мой доверитель потеряла миллион или два не все занимаются коммерческой деятельностью это все понятно деньги никуда не пропали они крутятся в других компаниях в других в обшорах где-то но не важно где это уже частности так сказать вот ну как бы ладно мы не то что нам сто процентов там пить просто бы отдали сумму там нужен там бы все эти проценты что суд арбитражный уже об этом мире речи не идет как всегда у коммунистов все только на бумаге вот и далее значит ну и не то что сто процентов нам просто а а все вот эти двести процентов которые бы они накрутили коммунисты наши вот пошло бы и но нет значит 7000 но мы дали 7000 но опять что-то не так согласились на 7000 доплатить за метр квадратный значит вот список значит моего доверителя не включают не включает последующем последующим так сказать основанием но разъяснением что нас что я вот крещами вытяну вот эти вот потому что там написано что подача ложных недостоверных и такие так и таких то как будто бы чуть ли не деньги фальшивые напечатали то не вернул как каким если мы решение суда прикладываю какие ложные а если бы там еще на 200 страниц было перечень вот этого закона такое тоже было это же бы нам в ответ написали бы это все но оказалось вот что как я предполагал что дело в предварительном договоре дело в том что они вот истолковали так что поскольку в перечне документов которые они они написали вот министерство должен представлять человек вот нету конкретно предварительного договора то и значит вот все наши требования как бы силы никакой ними но просто вот какой-то извращенной я бы сказал даже вот этого приказа в общем то не продуманного и умного я прямо скажу вот но однако даже вот его то толкует как-то превратный заощренного совершенно не в соответствии потому что вот нами был моим доверителем был заключен предварительный договор который предусматривал заключение долевого договора причем компания обязалась все условия к этому создать подготовить документы так сказать все необходимые действия целый комплекс мир и она ничего этого не сделала естественно виновата компания судья арбитражный совершенно правильно выносит приговор не в пользу так сказать компания в нашу пользу ну вот для министерства это ничего не значит то есть если с их точки зрения ну например оо колхоз заключила что-то там какой-то с каким-то там гражданином какой-то там договор то вот этот договор который они там написали может быть безграмотный неправильно который и который это оо колхоз может тысячу раз нарушила все эти условия договора он стоит по их мнению выше вот этого решения суда дело в том что конечно конечно если право гражданина на заключение договора было нарушено да то естественно если суд признал что вот этот договор не был заключен незаконно то и он должен считаться конечно как заключен и естественно естественно все вся регистрация должна проходить уже вот этого решения суда ну вот по мнению вот тех кто давал нам ответ министерства да получается что министр там сидел и думал вот 403 приказ до этого он как бы разрешал присоединяться к этому списку а вот он подумал а не слишком ли легко живется дольщикам которым сейчас называют пострадавшими они вообще-то обмануты пострадавшими вроде как от грозы пострадали не обороны были а пострадали пострадали но может быть пострадали от нелепости вот этого нашего законодательства где 500 депутатов коммунистов сидят а вот и ляпают какие угодно законы которые вот можно трактовать так можно трактовать эдак я хочу сказать конечно это совершенно неправильная трактовка закона вот мы еще будем за верительным обсуждать подавать ли суд как он решит я хочу даже отметить что даже вот если стать точку зрения их не да вот тоже принять то ведь они нарушают конституцию наша конституция не позволяет делать законы обратного действия то есть из-за этого приказа на момент заключения нами договора не было мы как должны предусмотреть что какому-то министу когда-то придет в голову заключать какой-то если вы выпустили этот приказ так и трактуйте все дальнейшие договоры договора вот уже после этого приказа которые будут заключаться вот тех и грабьте людей вот ну вернее забирайте где не скажем так интеллигентно денежные средства вот так наверно надо трактовать закон а мы что же вот сейчас любой с вами подписываем договор совершаем любое действие а и должны исключать экстрасенсорные свои какие-то вот способности что а вдруг какой-то министр напишет какой-то приказ а вдруг он какой-то выпустил да давайте лучше мы вообще никогда никаких договоров не будем заключать никаких действий ни в экономике не 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 в сельском хозяйстве не в промышленности делать не будем будем такими правильными правильными не нарушим ни одного приказа но может мы и при этом тоже будем нас обвинять в бездействии наверно тоже наверно будем виноваты но может быть будем виноваты меньше и при получи при этом бурное развитие экономики просто сумасшедший наверно будет просто блеск бу я хочу сказать я еще немножечко сейчас такое ну вот главное что они где-то нашли в приложении что написано долго долевого строительства а если это договор долевого строительства не был заключен по вине о то это для них имеется вместо него решение суда о том что деньги должны быть выплачены то уже не пострадавший дочь вот так то есть на судью мы плюем что ли я не понимаю вообще то есть судья меньше чем какой-нибудь паршивая о зачуханная там понимаете который сидит как бы человек умудренный там опытом имеющий может быть два высших которые раньше работал прокурором и вот его работа это вот ничто он просто зря работал записал вот этот вот документ почему-то опять проводится коммунистическая коллективизация вот мы должны вот идти в это не жестко причем нам туда идти не хотелось вообще почему мы люди идей которые вот мой доверитель очень умный человек но он как бы допустил силу эмоциональных определенных у каждого бывает слабый момент вот но там собралось множество очень наивных людей которые вот что-то там делать с ними невозможно не согласовать что-то не о чем-то договорить не просто даже взять номер телефон почему мы должны вот это насильно вот эти жестко формируется и почему если уж государство берется ну выделяет какие-то участки почему это не могут сделать специализированы а должны делать какие-то непрофессионалы какой-то вот это вот жестко должно создаваться и она как как-то давно ляпаться это чисто коммунистический подход хунвейбинов хувы хунвейбинство это просто чисто хунвейбинство это так делал великий этот ну как нет джугашвили господи этот как его мао джи ду мао джи ду ну тоже одного поля яга он что делал он сгонял значит школу до организовывал какое-то общество строительно они делали школы печь плавильную и выплавляли металл очень плохого качества зато металла было много вот это примерно тот же тот же я не против каких-то организаций жестко ну каких-то кооперативов и все но когда это собирается профессионалы когда это собирается люди с которыми можно договариваться как я могу договариваться люди детьми которые в силу того что они пострадали они уже смотрят на всех зверями и вообще вот просто неадекватно себя ведут вот и это я конечно не скажу про все но это очень так сказать присутствует вот и она остальная может быть часть может быть более менее меняемая но допустим что они говоришь они вот вроде как знаешь ты вот пришел с ним не с их не проблема а свои проблемы и что-то от них хочешь а им че чисто некогда они вот там там спешат но если тебя там два миллиона миллион потерял это тебе пустяк ну пустяк ты не хочешь разговаривать чудесно почему я должен и мой доверитель должны вот это мы были согласны отдаться на волю вот это был бы разумный кстати говоря подход что ну хочешь сам решай а хочешь отдайся на волю государство потому что у нас государство то обещаю я там видел в деле документы которые вроде как дается добро на выделение потом это это земля почему-то уже не выделялась что как у них про я потом документики эти все вытащу покажу и при этом они говорят мы ни в чем не виноваты это вы сами вот такие и вот эти люди еще говорят об импортозамещение о том что они двинутся вперед вот пока вот у нас это кпсс никуда мы не двинемся ровным счетом вот пока вот эти вот такие ответы будут которые вот даже они сами тени совершенны те уродливые законы вот это пятьсот ком коммунистов сидит в думе ничего не делает ничего вообще они бы хоть остановили этот приказ ну вот я был депутатом я извините сказал бы ребята ну а где же у вас предварительный договор который предусмотрен гражданским законодательством вы как собираетесь и вообще вот это вот решать вы понаписали такая-то статья такая а про предварительный договор несло хотя это предусмотрено это не кто-то что-то придумал самостийно написал по своей воле и желание а норма предусмотренная законом но наверное как то если ты хоть немножко грамотный юрист и у вас 500 там человек сидят все эти важные господа юриста то все пальцы загибают вот это как-то взять скажем закон министерство сказать ребята а вот мы возьмем не экспертизу а вот ли давайте ка этот приказ обсудим в думе вообще не будет ли бить понятно что они диктуют приказ неправильно но надо же было предусматривать что твои подчиненные они вот именно так и будут трактовать приказ чтоб им ничего не делать ничего не строить ничего не возмещать потом и говорит о и западные инвесторы смотрите мы своих всех инвесторов пустили помер приходите к нам такие инвесторы вкладывать в россию у нас тут все так пойдет все будет замечательно всего доброго ну я еще так это начало немножко разминка еще будем эту тему развивать и потом еще немножечко да